Меня зовут Юлия Иванова, я детский писатель. Сегодня хочу прочитать вам свою сказку, которая называется «Хочу как ты». Маленькая паучиха Поля думала, что пауки живут очень скучно. Только и делают, что сидят, плетут сети или вьют веревки. В семье у Поля все умели их плести. Совершенно разные, тонкие, толстые, мягкие, плотные, крепкие, как стальная проволока и легкие, как пух. Самые лучшие веревки во всем травяном лесу. Поля знала, что плести надо аккуратно и внимательно, следи за толщиной нити. Чуть-чуть отвлечешься, получится брак, а порванная нить или порванная спутанная сеть. И она никак не могла усидеть на одном месте. Как и все дети, она хотела бегать, прыгать, гулять, глазеть по сторонам. Ну что за непоседа, воскликнула мама, когда Поля, засмотревшись на пролетающую бабочку, в очередной раз перепутала нити. Мама вздохнула и погладила дочку по голове. Оставь свое плетение, сходи погуляй, я же вижу, что тебе очень хочется. А как же сеть? Да делаешь, когда будет настроение. Ура, спасибо, мама! Обрадовалась Поля и поспешила вглубь травяных джунглей на поиски свежих впечатлений и новых друзей. Эгей, под нажмем, послышалось вдруг впереди, и из-за ствола дуванчика показалась группа муравьев, которые тащили на себе огромный кусок сахара. Сахар был тяжелый, несколько муравьев с трудом сдвигали его с места, но все же ползли вперед. Один из муравьев руководил работой и подавал остальным команды. Держим строй, ребята, не отвлекаемся. Эй, не спать, сто седьмой, я все вижу, двести первый, береги ноги. О, какие вы сильные, восхитилась Поля. Хочу, как вы, закричала она, выскакивая из-за дуванчика на тропинку. От неожиданности муравьи вздрогнули, кубик сахара пошатнулся и рухнул на землю. Ой, сказала Поля. Вот тебе и ой, нахмурился командир, разглядывая лежавший перед ним белый сахарный кусок. Теперь снова его поднимать придется, а ведь это самое трудное. А давайте я вам помогу, забегала вокруг Поля. Я тоже сильная, вот увидите. Ну, посмотрим, отрезал командир и крикнул. Ребята, все ко мне. Задача проста. Поднимаем сахар, несем муравейник, потом заслуженно отдыхаем и пьем сахарный сироп. Муравьи взялись за дело. Поля изо всех сил пыталась помочь, но она совершенно не привыкла носить тяжести. Оказалось, что маленькие муравьи гораздо крепче и сильнее ее. Они умело действовали, подчиняясь указаниям своего командира. Поле же только мешало, путаясь под ногами и оказываясь в самом неподходящем месте в самый неподходящий момент. Знаешь что, дорогая, не выдержал наконец командир муравьев, иди-ка ты, поиграй где-нибудь в другом месте, а мы пока поработаем. Расстроенное Поле поплелась по тропинке. Она ведь и вправду хотела помочь, но что-то не очень получилось. А я прыгну выше. Нет, я выше. Звонкие голоса доносились попеременно, то откуда-то сверху, то откуда-то снизу. Поля увидела двух зеленых кузнечиков, которые соревновались в прыжках. Они ловко отталкивались от земли, взлетали куда-то высоко в небо, а потом мягко приземлялись на землю. Здорово, обрадовалась Поля. Хочу, как вы. А ты умеешь прыгать, спросили кузнечики. Немножко умею. Тогда давай с нами. И оба снова взвелись вверх. Поля попробовала прыгнуть так же, как они. Она оттолкнулась от земли всеми восьмью лапками, но пружинок получился совсем невысокий. Ну, где ты там, звали кузнечики, откуда ты из травы. Скорей догоняй. Я здесь, я сейчас, прыгала Полю вслед за ними. Дыхание у нее сбилось, она совсем запыхалась, но догнать кузнечиков так и не смогла. Прыгать одной было неинтересно. Наоборот, очень захотелось перевести дух. Поля огляделась в поисках удобного местечка и присела на холмик рыклой земли, мягкой и теплой. Только она устроилась поудобнее, как земля под ней зашевелилась. Ай! воскликнула Поля и отпрыгнула в сторону. Кто это? Да не бойся, я не обижу! Раздался голос откуда-то из-под земли. И Поля увидела, как из ямки в почву выглянул дождевой червь. Он подслеповато щурился, оказавшись на свету. А что ты там делаешь под землей? полюбопытствовала Поля. Рою ходы, строю подземные лабиринты и просто там живу, улыбнулся червяк. Жарковато что-то сегодня, солнышко припекает, лучше вернусь к себе. Желаю всего наилучшего. И он опять исчез под землей. Поля бросилась к отверстию, оставленному червяком, и заглянула вниз. Кот уходил куда-то в таинственную темноту и прохладу. «Я тоже так хочу!» — крикнула она в глубину. «Тоже хочу! Лабиринты и ходы!» Но червяк ее уже не услышал. И Поля попыталась пролезть следом за ним. Сразу стало ясно, что отверстие для нее слишком маленькое. Тогда она принялась рыть. Комья земли, камушки и песок так и летели во все стороны. Проход слегка расширился, но дальше дело остановилось. Земля попала Поле в глаза, и сама она сделалась такая грязная, что даже родная мама бы ее не узнала. Поля решила, что надо помыться, и поэтому направилась к пруду. Солнышко нагрело воду, и купаться было очень приятно. Вдруг Поля увидела, как недалеко от берега прямо по воде скользит водомерка. «Вжик-вжик! Как на коньках скользит!» — рисует лапками в воде волнистые зелзаги. Со стороны казалось, что водомерка и вовсе воды не касается. Так красиво! «Хочу, как ты!» — залопила Поля и ринулась следом. А вот этого-то совсем не надо было делать. Поля мигом ушла под воду, испугалась, забарахталась, пытаясь выбраться на поверхность. «Какое уж тут изящное скольжение! Тут бы не захлебнуться!» Хорошо, хоть водомерка сразу сообразила, что сухопутной букашке нужна помощь опытного пловца. Она подоспела вовремя и подтолкнула Полю к берегу. «Уф! Спасибо!» — сказала Поля, стряхивая с себя воду и переводя дух. «Куда ж ты полезла, букашка-дурашка!» — весело засмеялась водомерка, выписывая около самого берега показательные восьмерки. «Не зная броду, не суйся в воду! А что, если бы меня поблизости не было?» «Я больше не буду!» — пробормотала Поля. «Ну, будь здорова!» — сказала ей водомерка на прощание и укатила прочь. «Апчхи!» — ответила Поля и поняла, что надо хорошенько обсушиться на солнышке, чтобы не подхватить простуду. Для этого она забралась на подходящее растение с широкими сочными листьями. Устроившись на слегка пружинищем листе, словно на матрасе, Поля подставила спинку солнечным лучам и замерла, впитывая тепло. Вдруг раздался странный звук, похожий на хрусть-хрусть, а лист начал качаться вверх-вниз, будто его кто-то специально раскачивал. Поля удивленно огляделась. Звук раздавался где-то совсем близко, только вот что это? Хрусть-хрусть! У края листа показалась круглая голова. Оказалось, что эта большая зеленая гусеница грызет лист, на котором устроилась Поля. Черные маленькие глазки внимательно посмотрели на паучиху, а челюсти продолжали непрерывно работать. «Добрый день!» — робко сказала Поля, стараясь удержаться на раскачивающемся листе. Жующая голова молча кивнула и продолжила вгрызаться в лист. Край листа становился похож на узорчатую скатерть с дырочками и с волнистой оборкой. «Как красиво!» — воскликнула Поля. «Хочу, как ты!» — вырезать узоры на листьях!» Гусеница поглядела с сомнением, но у Поля уже загорелась новой идеей. Она подбежала к противоположному краю листа и попыталась откусить кусочек. «Фу! Какой противный он на вкус! Как ты это ешь!» Гусеница не ответила. Она продолжала свое дело, и Поля услышала от нее только очередное хрусть-хрусть. Помучившись еще немножко со своим краем, Поля заметила, что получается у нее совсем не узорчатая скатерть, как у гусеницы, а какая-то жеваная зеленая тряпочка. «Тьфу ты!» — расстроилась она, выплевывая горькую зелень. «Хрусть-хрусть!» — равнодушно ответила гусеница и переползла на другой лист. Видимо, решила поесть в тишине, подальше от этой назойливой букашки. Поля еще долго пыталась избавиться от вкуса травы во рту, но горечь не уходила. «Надо с чем-то срочно заесть эту гадость!» — решила она. Как раз в эту минуту на растение опустилась пчела. Она забралась внутрь цветка и начала там копошиться. Вниз посыпались полупрозрачные пылинки, переливающиеся на солнце. «А что это ты там делаешь?» — крикнула Поля пчеле. Та замерла на секунду и выглянулась с цветка. Потом ответила. «Нектар собираю». «А зачем?» — «Чтобы мед делать, конечно», — объяснила пчела. «Чувствуешь, какой медовый запах?» «Это растение медонос. Тут много сладкого нектара. Мы собираем его все лето». «Ух ты! И я хочу, как ты!» — воскликнула Поля. «Сладкий нектар — это именно то, что нужно после этой горькой травы». «Поднимайся выше!» — позвала ее пчела. «Нектар в цветке. Тут для тебя еще много осталось. А мне в улей пора». И она улетела. Поля поднялась высоко-высоко, перегнулась через край цветочного венчика и заглянула вниз. В его серединке покачивались наполненные нектаром трубки. Они были похожи на маленькие кувшинчики. Поля скользнула внутрь и оказалась в облаке пыльцы. Пыльцы было очень много. Она лезла всюду, облепила ее голову, брюшко, спинку. Поля жутко расчихалась, никак не могла остановиться. Лапки ее попали в сладкий нектар и стали ужасно липкими. «Хи-хи-хи, букашка-то увязла в пыльце!» — послышался сверху насмешливый голос. Поля заметила, как чья-то большая тень заслонила солнце. И этот кто-то, кажется, уселся на край цветка. Венчик склонился ниже от двойной тяжести, и Поля кувырком покатилась к краю. «Эй, эй, там, осторожнее!» — закричала она. «Хи-хи-хи!» — снова захихикало существо, и сквозь облако пыльцы стали видны красивые крылья и длинные усики антенны. «Да это же бабочка!» Бабочке Поле всегда нравились. Они казались ей созданиями неземной красоты, с легкими крыльями, умеющими так изящно танцевать в небе. «Привет!» — сказала Поля, и даже чихать перестала. «Я тоже хочу летать, так же, как ты!» «А ты попробуй!» — легкомысленно отозвалась бабочка. «Это просто! Ловишь потоки воздуха, и они тебя сами несут!» «Неужели?» — удивилась Поля. «Конечно!» — фыркнула бабочка. «Хотя я, по правде сказать, ничего точно не знаю, но когда я попыталась в первый раз полететь, у меня все сразу получилось». Поля засомневалась, но ей так хотелось попробовать. «Может быть, она просто никогда и не думала поймать эти таинственные потоки воздуха? Может быть, сейчас-то она точно полетит?» «Делай, как я!» — сказала бабочка и взлетела с цветка. Поля решительно рванулась следом. Бабочка сказала, что летать просто мелькнуло у нее в голове, но она не учла самого главного. У бабочки-то были крылья, а у Поли не было. Вместо того, чтобы взлететь высоко-высоко, поймав поток воздуха, Поля камнем рухнуло вниз. И пока она летела к земле, пересчитала своими боками все листья, чуть не сшибла на дороге гусеницу и плюхнулась на землю так, что веселые искорки заплясали у нее перед глазами. Сверху донеслось лишь обидное хихиканье бабочки. «Не умеешь летать? Не берись!» «Какая обманщица!» — простонало Поля, погрозив бабочке кулаком. «Попадись ты мне!» Потом она попыталась понять, целы ли ее ноги. На удивление Поле повезло. Упав с большой высоты она умудрилась ничего себе не сломать. Листья замедлили ее падение. Поля лежала, собираясь силами, чтобы подняться на ноги. Она была вся перепачканная пыльцой и нектаром. Тело болело после удара в землю, и Поля чувствовала себя очень несчастной. И как раз в этот момент ее заметила пролетающая мимо божья коровка. «Помощь нужна!» — закричала она и приземлилась рядом. И, не дожидаясь ответа, помогла Поле подняться с земли. «Спасибо!» — пробормотала Поле и объяснила. «Я упала с цветка!» «Всякое бывает!» — покачала головой божья коровка. «Тебе бы теперь помыться!» «Я уже купалась сегодня!» — мрачно ответила Поле. «Чуть не утонула!» Божья коровка сочувственно покивала. «Совсем неудачный день! Давай я провожу тебе домой! Отдохнешь, поспишь, а завтра уже все забудется!» Что-то я сомневаюсь, что все забудется. Завтра я проснусь такой же, как сегодня. Я не умею плавать и летать. Я плохо прыгаю. Рыть подземные ходы у меня не получается. Грызть листья мне невкусно, и нектар мне тоже не понравился. А еще я слабее, чем муравьи. И вообще!» Поля с трудом перевела дух и взглянула на божью коровку. «У меня даже пятнышек на спинке нет, как у тебя. А они ведь такие красивые!» «Да зачем тебе пятнышки?» — удивилась божья коровка. И никак не пойму, зачем тебе понадобилось плавать и летать. А если тебе не нравятся листья или нектар, ты просто не ешь их. Просто будь собой и делай то, что у тебя хорошо получается. «Но ведь это я! Всего лишь я! Маленькое Поле! Что я могу?» Божья коровка собиралась что-то сказать, но тут до них вдруг донесся отчаянный крик. «Спасите! Помогите!» Поля с божьей коровкой бросились на эти звуки. Они выскочили на берег пруда, где Поля совсем недавно встретилась с водомеркой. Тут же собрались и другие обитатели травяного леса, услышавшие крик о помощи. Муравьи, кузнечики, жуки. «Что случилось? Кто кричал?» «Бабочка упала в воду!» — ответил командир муравьев. «Вот она! Далеко от берега!» Поля взглянула на воду и увидела бабочку, беспомощно раскинувшую крылья по поверхности. Она не тонула, но и взлететь не могла, как будто прилипла к воде. Вокруг несчастной крутилась водомерка, но не могла придумать, как помочь. Бабочка была слишком велика. Водомерке не хватало сил, чтобы отбуксировать ее к берегу. «Помогите!» — снова закричала бедняжка. «Надо что-то сделать!» — воскликнула Поля. «Но больше никто не умеет плавать!» — расстроились кузнечики. «Мы бы ее вытянули!» — вздохнули муравьи. «Но мы-то не водоплавающие!» «Эх, пропадет бедолага!» — мрачно прокомментировала гусеница, свесившись с листа. «А что, если использовать веревку?» — вдруг предложила Поля. «Можно сделать петли! Водомерка привяжет их к бабочке, и мы вместе вытащим ее на берег!» «Отличная идея!» — похвалила божья коровка. «Но где взять веревку?» «Веревка! Это же просто!» — обрадовалась Поля. «Я прямо сейчас и сплету! Сколько нужно!» И Поля очень быстро и ловко сплела длинную крепкую веревку, как учила мама. Божья коровка связывала веревку в кольцами, водомерка скользила по воде между берегом и тонущей бабочкой и закрепляла петли. Когда все было готово, муравьи ухватились за те концы веревок, что остались на берегу, и начали тянуть. Остальные помогали им в меру сил. «Раз-два! Взяли!» — уверенно командовал главный муравей. И, наконец-то, бабочка медленно сдвинулась с места. Водомерка скользила рядом с ней и следила, чтобы петли не слетели. Как только бабочка благополучно причалила к берегу, ее тут же подхватили и перенесли на солнышко, чтобы высохли крылья. Когда бабочка открыла глаза и пришла в себя от пережитого страха, она огляделась вокруг и сказала. «Большое спасибо вам всем!» Взгляд ее остановился на маленькой поле, особенно тебе. «Мне? Я же ничего особенного не сделала!» — растерялась поле. «Но ведь идея-то была твоя!» — возразила Водомерка. «И веревку тоже сплела ты!» — подхватили кузнечики. «И отличную веревку, надо сказать!» — важно покивали муравьи. «Очень крепкую! Нам бы такая пригодилась для работы!» Поле покраснело от похвалы. «Я только рада была помочь, ведь это совсем несложно сплести веревку. Это гораздо легче, чем летать, или высоко прыгать, или плавать, или даже копать землю». А Божья коровка засмеялась. «Ты не понимаешь, дорогая, это для тебя легко, потому что плести веревки — это то, что ты умеешь лучше других. А вот я никогда в жизни не смогла бы свить даже самую простую ниточку». «И мы!» — сказали муравьи. «И мы!» — кивнули кузнечики. «И я!» — подтвердила Водомерка. «Никто из нас!» — подвела итог Божья коровка. «Это правда?» «Ну, конечно, тебе не нужно стараться стать кем-то другим. Ты хороша такая, какая есть!» — заявила Божья коровка. «Ты просто удивительная!» И Поле снова покраснело от радости. И немного от гордости за свою семью. Она была счастлива. «У меня теперь столько идей в голове!» — рассказывала она маме, свернувшись калачиком перед сном. «Завтра я попробую сделать для всех качели. Надо только найти подходящее сиденье, а потом прикрепить его канатами к надежной ветке. А еще можно сплести гамак, чтобы в нем лежать. Или веревочную лестницу подхватила мама. И связать плот, чтобы кататься по воде. Думаю, Водомерка нас всех покатает!» — радовалась Поле. «А я научу тебя вязать морские узлы!» — ласково сказала мама. «Правда?» — «Все, что угодно, дорогая, но только завтра!» Маленькое Поле нехотя закрыло глаза. После пережитых волнений она почти сразу уснула. Но перед сном еще успела подумать о том, какая же это большая удача — родиться в семье пауков. Субтитры создавал DimaTorzok